Чтобы противостоять террористической опасности, нужно усилить внимание к каждому дому, считают городские власти. На контроле подвалы и чердаки зданий. Их нужно осматривать регулярно. Для этого в ближайшее время будет сформирован специальный график проверок. Также управляющим компаниям города рекомендуют по возможности устанавливать камеры видеонаблюдения во дворах и в подъездах. Вопрос безопасности граждан, он безусловно для нас приоритетен. И здесь особую роль должны, наверное, сыграть еще и управляющие компании в поддержании этого уровня безопасности и антитеррористической защищенности. Видеокамера на подъездах, внутри подъездов, особенно многоквартирных жилых домов, где зачастую совершаются правонарушения всевозможные. Такая мера позволит как и случаи мелкого хулиганства предотвратить и выявить, так и случаи, связанные с возможными террористическими угрозами. Особое внимание охране крупных спортивных объектов. На стадионе «Металлург» в прошлом году прошло 26 матчей. За нарушение порядка полицейские задержали больше 100 человек. В основном это представители двух молодежных группировок, которые намеренно разжигают конфликты во время матчей. Для обеспечения общественной безопасности и правопорядка при проведении футбольных матчей сезона 2016 года необходимо в среде болельщиков футбольного клуба «Крыльцоветов», особенно среди несовершеннолетних, организовать профилактическую работу по недопущению ими совершению противоправных действий перед началом, в период и после проведения футбольных матчей. Глава города поручил в течение месяца разработать план мероприятий в школах и техникумах города, чтобы полицейские рассказали об ответственности за нарушение правил поведения зрителей во время спортивных соревнований. Мы готовимся к чемпионату мира 2018 года. Безусловно, от того, как будут настроены болельщики, насколько они будут интегрированы в культурную болезнь за свои команды. Зависит и имидж Самары, и в целом имидж страны. Поэтому, конечно, недооценивать вот этих рисков, этих угроз мы не можем. Еще один вопрос – безопасность объектов с большой проходимостью. На территории города находятся шесть крупных рынков и больше 70 торговых центров. Контроль безопасности департамент потребительского рынка ведет постоянно. В результате обследования было установлено, что на всех объектах существуют паспорта антитеррористической безопасности. Приказом руководителя назначены ответственные лица за проведение мероприятий по антитеррористической защищенности. Также проявляется наличие средств оповещения, пожарной сигнализации, пожаротушения и наглядной агитации. Чтобы усилить безопасность в крупных торговых центрах, глава города предложил установить металлоискатели при входе в здание. Этот вопрос будет проработан с руководителями торговых комплексов в ближайшее время. Лариса Шалафаст, Станислав Левин, События.